Рома Селлинджера, акистер Дмитрия Быкова, а также историк... А вы не видели? Навального-то повязали там, да? Добрый вечер, 20 часов и 6 минут, в эфире радиостанция «Эхо Москвы». Я Евгения Альбац, и начинаю программу, посвященную ключевым событиям недели. Тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших неделей месяцев. Сегодня эти события более чем очевидны. Замоскворецкий суд Москвы сегодня объявил сроки сини подсудимым по делу о так называемых массовых беспорядках 6 мая 2012 года. Они приговорены... 7 человек приговорены к различным срокам заключения. Александр Духанина получил условный срок 3 года и 3 месяца. Все остальные получили реальные сроки. Менимальный срок у Ярослава Белоусова 2 года 6 месяцев, максимальный у Сергея Кривого 4 года. Впереди апелляция. Наверное, можно надеяться, что сроки будут уменьшены. Сегодня же у суда были вновь задержаны люди, которые пришли поддержать узников Болотное. 234 человека были задержаны. А в пятницу, когда только началось объявление приговора, были задержаны около 200 человек. Сейчас, как вы слышали, идут задержания на Манежной площади. Второй раз за день задержан Алексей Навальный. Третий раз за день Илья Яшин. Седьмой раз за неделю задержана Надежда Толоконникова и Мария Аюхина. Конечно, если у суда, за москворецкого суда задерживали за то, что что-то такое говорили, то здесь за то, что они там стоят, не так, не там остановились. Или, в общем, короче, как это было при советской власти, больше двух не собираться. Многим теперь предстоят административные суды. Ну и так далее. Очевидно, что и сегодняшние сроки по Болотному делу, и жесткость, в которых людей задерживали у здания суда, напрямую связаны, как мне представляется, с событиями на Украине. Хотя, возможно, мои гости скажут, что это не так. На Украине, как вы помните, Майдан простоял почти три месяца. Закончился это открытым вооруженным противостоянием со спецназом и милицией. Погибло, по последним данным Министерства охраны здоровья Украины, 82 человека. 622 пострадали, 405 из них госпитализированы. Результатом стало то, что президент Украины Яковлев Янукович бежал, как бежали целый ряд его министров, включая генпрокурору и министра внутренних дел. Верховная Рада приняла закон о возвращении Конституции 2004 года, который существенно ограничивает полномочия президента и дает больше прав парламенту. Она также приняла закон, который ограничивает хождение русского языка в стране, где, напомню, почти половина населения русскоязычные. Россия отозвала своего посла. Премьер-министр Медведев сегодня сделал заявление, в котором усомнился в легитимности власти на Украине. Больше чем половина губернаторов областей Украины подали в отставку. И незадолго до того, как мы пришли в эфир, появилось заявление НИДа России, в котором сказано, что на Украине взят курс на то, чтобы диктаторски, а порой террористическими методами подавить несогласных в различных регионах. В МИДе обращают внимание, что на Украине звучат призывы к чуть ли не полному запрету русского языка, люстрации, ликвидации партии, закрытие неугодных СМИ, снятие ограничений на пропаганду неонацистской идеологии. Вот такая вот у нас сегодня информация. И в этих условиях мы и будем обсуждать это сегодня в студиях Москвы. Здесь Кирилл Рогов, политический обозреватель, сотрудник Института экономики переходного периода. Здравствуйте, Кирилл. Добрый вечер. Михаил Виноградов, политолог, фонд... Петербургская политика. Петербургская политика. Добрый вечер. Добрый вечер. И с нами по телефону Владимир Федорин, журналист, бывший главный редактор журнала «Форбс Украина». Вы могли читать в газете «Извести»... Господи, что же со мной? Типу мне на язык. В газете «Ведомости» на мой взгляд очень интересный анализ Владимира Федорина, конец доктрины Медведева. Собственно, это о том, что произошло на Украине в последний год и как, собственно, могут, будут выстраиваться отношения Украины и России после известных событий на Украине. Владимир, вы с нами? Да, я с вами. Добрый вечер. Только, а можно чуть громче сделать Владимира? Добрый вечер, я с вами. Потому что я его не слышу совершенно. Алло. Алло, я вас слышу. Вы слышите, но мы вас плохо слышим. Еще громче сделайте, пожалуйста, Володю. Володя, во-первых, спасибо вам за очень интересный разбор в газете «Ведомости». Это было действительно крайне любопытно читать. А сейчас я хотела бы у вас спросить и, собственно, задать вопрос всем присутствующим в студии. Как вы полагаете, сегодняшний приговор по болотному делу в каком? Насколько это, с вашей точки зрения, связано с последними событиями? На Украине или это просто идет развитие авторитарного режима Владимира Путина? И поэтому все, что движется и дышит, должно быть зачищено? Алло. Из Киева, из Киева, на самом деле, довольно трудно судить о том, что происходит в голове у Владимира Путина. На самом деле, степень вмешательства России в последние украинские события часто преувеличивается. То есть, мы знаем, что пропаганда достаточно активно действовала, а вот другие рычаги влияния, кроме финансовых, насколько жестко они применялись, мы не знаем. Да, на самом деле, украинцам, наверное, приятно думать, что внутриполитические шаги в России как-то продиктованы их действиями, их героизмом, их нонконформизмом. Глядя из Киева, я думаю, что да, наверное, фактор Майдана мог бы иметь место при принятии этого решения для того, чтобы неповадно было следующим протестантом. Мирным и протестантом, который выходит с миром, но при этом готовый защищать свое право на мирный протест. Да, такая версия, наверное, имеет право на существование. Володя, спасибо. У меня тут же вопрос к Михаилу Виноградову и Кириллу Рогову. Ну, исторически само болотное дело, оно, конечно, имеет апелляцию еще к старому Майдану. Если вспомнить события 6 мая 2012 года, когда одним из ключевых страхов была установка палаток на Болотной площади, фантомный призрак Майдана так или иначе присутствовал. Я думаю, что сегодняшний такой противоречивый приговор, он отчасти, ну, то ли жестокий, то ли мягкий по разным интерпретациям, если почитать даже оценки оппозиции, он отчасти призван породить некую растерянность, чтобы мобилизации не было на том уровне, на котором она была в день приговора Алексею Навальному. С другой стороны, я сегодня днем видел на Манежной площади концентрацию сил полиции, эти люди явно не знали, какой будет приговор жесткий или мягкий, готовились к жесткому сценарию, совершенно очевидно. Я думаю, что российские власти так или иначе не считают для себя реалистичной сегодня перспективу Майдана в Москве на нынешней существующей эмоциональной волне, хотя, естественно, с тревогой следят за событиями в Украине. Они, отчасти, может быть, привлекая внимание к теме болотной, продолжают тактику навязывания российскому протестному движению, собственно, по повестке дня идти за властью. Власть говорит, опусирает, протестное движение говорит, опусирает. Болотное дело, все говорят о болотном деле, в выработке самостоятельной, собственно, повестки дня протестным движением не происходит, и российские власти, это отчасти выгодно. Другое дело, что риск здесь в том, что в Украине тоже, собственно говоря, архитектором протестной повестки дня выступала власть, и действия Майдана в значительной степени были реакцией на те или иные шаги власти. В России происходит сегодня то же самое, сопоставимых с украинскими рисков у российских властей сегодня нет, но вот эти элементы повтора тактики, которые сегодня федеральным властям кажутся эффективными, они, конечно, потенциально чреваты рисками, потому что антивластная мобилизация, она часто нивелирует противоречия, которые есть между лагерями протестного движения. Спасибо, это был Михаил Виноградов, фонд «Петербургская политика». Ну, вы знаете, я практически во всем с Михаилом согласен. Я не верю, что если бы не было украинских событий, не было бы обвинительного приговора. Он был заложен самой структурой процесса, самой идеологией всего болотного дела, и событий 6 мая на Болотной площади, это была провокация, она должна была закончиться наказанием невиновных. Другое дело, что да, несколько мягкие, даже удивительно мягкие сроки, можно было ждать и худшего. Ну да, прокурор просил 5-6. Да, не меньше 5 лет он просил. Только вы звоните, что это невиновные. И те, кто сегодня присутствовал в зале суда, говорят о том, что судья отметала все показания свидетелей. Это был абсолютно ненастоящий процесс, это не судебный процесс, это политический заказ, это тема особого разговора. И это было изначально, я бы сказал, нелегитимность была заключена в самих событиях 6 мая на Болотной площади, когда вполне сознательно создали условия для столкновения протестантов с силами правопорядка, а потом начали сбивать мирную демонстрацию и желая ее же обвинить в этом. Там была уже, уже там была. Вот, но я думаю, что мы перейдем к Украине, потому что здесь мы все согласны, в общем, оказались. И я согласен совершенно, что сейчас власти не рассматривают всерьез угрозы, аналогичные угрозы для себя в Москве. Хотя, я думаю, что вообще радикализация протестных движений в разных частях мира, она имеет уже некоторую тенденцию. Это тенденция не только Украины, это тенденция и других стран радикализации. В Венесуэлу. В Венесуэлу, да, Таиланд. В общем, как бы это такая довольно широкая тенденция. И она будет иметь место и в России, но на следующем этапе, когда включатся социально-экономические здесь некоторые мотивы. Кстати, я бы с вами, скорее, была бы склонна с нашей согласиции, что обвинительные приговоры и сроки были заранее заложены. Я только с вами не согласна, что сроки небольшие. Советская власть тоже не давала повод диссидентам больших сроков. Три года было достаточно, три года давали, да, вот вспомните, Абранкин получил три года, потом ему добавили, да. И, как правило, и по процессу 68-го года, за исключением одного, по-моему, человека, да, Вадима Доланэ, у которого был перед этим срок, тоже были все небольшие сроки. Советская власть никогда не стремилась давать большие, я имею в виду Брежневского периода, да, мы не говорим о Сталинском периоде. Так что это же смысл не в сроке, а смысл, чтобы другим было неповадно. Но что касается воздействия украинского Майдана, то я напомню, вчера была передача Дмитрия Киселева, где был большой сюжет по болотному делу. И я вам скажу, то, что там было переворовано все, что только возможно, это очевидно. Но там была такая замечательная, интересная вещь, что там рассказывалось о том, как вот, значит, сели на мосту перед ударником, да, и дальше идет поразительная вещь. И дальше автор сюжета говорит, а потом был прорыв правыми радикалами, так, как это было на Майдане. Мы хорошо знаем, что прорыв цепи оцепления, когда там началась давка, это были левые, а не отнюдь неправые, да, но я думаю, это не ошибка была корреспондента. Совершенно специально переводились стрелки на... говорили, вот, ребята, смотрите, к чему это привело в Киеве, там тоже были правые, и здесь это были правые. Так что я думаю, что, наверное, на власти... На таком уровне, да, я согласен. Да. Володя, вы здесь? Да, я здесь. Да. Володимир, скажите, что сейчас, вот как вы оцениваете ситуацию на Украине, которая сейчас сложилась, и я скажу даже более точно, что меня интересует, кто, собственно, сейчас власть на Украине? Она вообще есть в какой-то форме? Или мы вынуждены говорить о том, что это то, что в политической науке называется failed state, то есть государство, в котором... страна, в котором институт государства практически не существует? Я, на самом деле, хотел закончить ответ на предыдущий вопрос, сказав, что, на самом деле, из Киева сроки, которые дали людям по болотной, выглядят совершенно дико. Это просто для того, чтобы понимать, как Россия выглядит снаружи. Что касается ситуации в Украине, то, на самом деле, Украину называют несостоявшимся государством, failed state, там, на протяжении последних 20 лет, 23 лет. Отчасти есть к этому основания. Украина – это страна, которая может похвастаться самыми низкими темпами роста практически из всех стран с переходной экономикой. То есть, ВВП на душу населения здесь рос очень медленно. На последнем месте из тридцатки переходных стран. Что происходит сейчас? Сейчас, по сути, старая власть ушла. И то, что осталось от старой политической системы, официальная оппозиция, которая, в отличие от России, была серьезно представлена в парламенте, в регионах. Вот эта старая, или, как ее называют в Украине, реестровая оппозиция, пытается сформировать какой-то новый контур власти. Я полагаю, и очень многие наблюдатели среди моих друзей, знакомых, политологов, бизнесменов, мы полагаем, что, конечно, попытаться просто занять те кресла, которые освободились после бегства Януковича и его приближенных, у оппозиции не получится. На самом деле, Майдан с первых дней требовал перезагрузки государства, и, по сути, ожидания от новой ситуации, не скажу, от новой власти, весьма высоки. Высокие не в плане каких-то ожиданий немедленного разлития молочных рек, а ожидания в смысле построения совершенно новой государственности, если хотите. И здесь, я полагаю, конечно, на сцену уже в ближайшие дни, недели, месяцы выйдут новые силы, те силы, которые мы увидели на Майдане, которые стали известны благодаря Майдану, кто больше известен, кто меньше известен. Но, тем не менее, второй ряд политиков поджимает, Майдан не будет расходиться, пока то, что сейчас формируется, не двинется навстречу запросу, чтобы еще до президентских выборов, еще до парламентских выборов, которые тоже, может быть, будут проведены досрочно начать, все-таки делать шаги в сторону совершенно нового государства, не советского типа. Валерий Кузьмин, спасибо, но, значит, президентские выборы на Украине на 24 мая назначены? 25 мая. 25 мая, извините. Что там с Радой, я пока не понимаю. Сегодня я даже читал, что Рада может остаться до 2017 года. Правильно? Ну, на самом деле, мы находимся в ситуации, очень похожей на ситуацию, февральскую ситуацию 2017 года, в плане бессмысленности любых прогнозов по поводу того, как быстро или как педленно будет двигаться революционный процесс. И я полагаю, что расчет на то, что эта Рада доживет до 2017 года, ну, нельзя на это рассчитывать. Слишком высоко недовольство народа не просто Януковичем, не просто предыдущим правительством, а всей системой в целом. Я бы так, даже далеко бы не заглядывала до 2017 года. Меня интересует, а как Украина доживет до мая 2014 года? Это прекрасный вопрос. И, в общем, можно почитать «Красное колесо», посмотреть на Родского, посмотреть на динамику. Я, когда говорю про «Красное колесо», не имею в виду, что будут вешать жандармов на фонарях, хотя, конечно, уже сейчас повылезали люди, которые пытаются примазаться к революции, покачать права, скажем так, получить свою ренту за то, что они когда-то где-то рядом стояли. Это вы кого имеете в виду? Ну, на самом деле, довольно много сообщений о том, что приходят швондеры к людям, которые собирали благотворительную помощь Майдану и пытаются либо вымогать какие-то деньги, либо требовать, чтобы несли только сюда, пытаются централизовать ту самую краудфандинговую, краудсорсинговую систему поддержки Майдана, которая оказалась настолько успешной. Ну, то есть, пока у меня нет оснований ожидать, что радикализация приведет к таким последствиям, с которыми столкнулась Российская империя в 1917 году. Но ожидать того, что нас впереди подстерегает череда правительственных кризисов, смены фигур, вот на это я бы поставил очень много. Обратите внимание, что Юлия Тимошенко, по выходе из тюрьмы, объявившая, что будет баллотироваться в президенты, позднее не только отказалась от поста премьера, но и опровергла заявление о том, что она будет баллотироваться. Иными словами, и ситуация, и оценка политическими лидерами этой ситуации меняется очень быстро. Она, очевидно, очень больна. Это видно было, когда она выступала на Майдане. Кирилл Рогов, Михаил Виноградов, Ваша оценка, потому что я понимаю, что Володя-то, так сказать, щупает руками, а вот Ваша оценка по тому, что информация, которая есть, информации очень много об этом пишет вся мировая пресса, Ваше представление, все-таки, кто сейчас хоть как-то контролирует ситуацию на Украине? И второй вопрос, как Вы полагаете, как Россия собирается участвовать в этой ситуации на Украине? Сегодня было фантастическое заявление уже бывшего ИО-премьера Украины Сергея Арбузова, который сказал, что он находится на больничном, он дает команды, пытается стабилизировать сохраническую политическую ситуацию в стране в условиях нестабильности. Вот еще один появился претендент на то, что он власть в Украине. В целом, мне кажется, картина, которая дана Владимиром, несколько апокалиптична и отчасти напоминает январскую логику разговоров о том, что Янукович становится новым Лукашенко или новым Кадыровым с механическим переносением опыта других стран. Так или иначе, экономический и политический хаос в Украине часто не идут рука об руку. Специфические формы самоорганизации, которые существуют в стране или в государстве, они приводили к тому, что в период, например, отсутствия физического правительства в Украине там часто были в месяц эти самые лучшие темпы экономического роста. И говорить, что обязательно политика и экономика в Украине друг друга хородят, мне кажется, в этом было бы преувеличение. Что касается российской реакции, пока важно, что нет экстремального наиболее сценария, то есть мы не видим признаков подготовки военной интервенции, нет подготовки общественного мнения, насколько я могу судить, хотя горячие головы из телевизора вылезают и себя проявляют. Наверное, российские власти сейчас будут держать паузу и делать самые разноречивые заявления для того, чтобы хотя бы часть из них попала в точку. На мой взгляд, российским властям не стоило бы сейчас особенно раскручивать медийную ситуацию вокруг того же Севастополя, но выговорят, что через несколько дней можно будет российским гражданам преподать, вот смотрите, Путин взял паузу, восточная тактика и отыграл ситуацию. Я думаю, что российские власти сейчас будут смотреть, что важнее для граждан России в итоге Олимпиады или Украины, и как будут интерпретированы события в Украине гражданами. Как то, что нам такого не надо и лучше будет как есть, или как ощущение утраты мечты о воссоздании Советского Союза. Кирилл Ромбов. Нам сейчас придется уйти на перерыв. Нет, у нас еще есть минуты, полторы минуты. Я не успею сказать то, что я хочу сказать. Ну, вы начнете, да. Мне кажется, что очень важно сейчас осознать несколько вещей про то, что произошло. Первое, что происходило на Майдане и в чем заключалась революция. У нее были две силы и два конфликта в ней заключены. Первый конфликт – это конфликт людей обычных, их неприязнь ко всей системе уклада социально-политического в Украине. Это олигархический такой, а в руках Януковича становился олигархическо-авторитарный уклад. Второе, что обеспечило победу тех сил, которые победили, это было недовольство украинских элит, то есть, в частности, и олигархов, тем, как вел себя Янукович и как он выстраивал внутриполитическую систему и ее вектор. Эти две силы действовали вместе. И в дальнейшем это создает очень большой конфликт, потому что одни люди считают, что они победили против всего олигархического уклада, а другие люди, которые участвовали в этом и внесли свою лепту в эту победу, они как раз вступали за то, чтобы убрать Януковича и вернуться к тому балансу олигархического такого плюрализма, который существовал на Украине раньше. И этот конфликт, он может быть очень острым и очень болезненным, потому что те люди, которые стоят на Саверной Майдане, они уверены, что это их победа, что они победили все, и что они могут устраивать государство совершенно по-новому сейчас. Это может оказаться иллюзией. Кирилл, давайте запомнить, что вы хотели дальше сказать. Мы сейчас уйдем на новости, узнаем, что там творится на Манежной площади, сколько еще людей арестовали, и потом вернемся обратно в студию «Эхо Москвы». 20 часов 30 минут в Москве, в студии Александр Климов, новости. На Манежной площади продолжаются задержания... Что вам дать? Телефон успеет быть? Я бы узнал, там моих не арестовали-то... Ну, у вас минут примерно. А вы... Просто можно попросить, чтобы принесли ваш сумм. И, как заявил нашей радиостанции сам Андрей, причин задержания ему не сообщили. Меня задержали, когда я проходил по Кирской улице, вот, в Думу, в сторону Оскрепляск, когда-то пришел сотрудник в форме ОМОН, сказал, пройдемте. А я сказал, что это будет в СМИ, и не стоит меня задерживать. Он сказал, что ему все равно, но мои насоченные публики все-таки разрешили этот вопрос. Он ответил отказом и проводил меня в туристический автобус. Вот здесь сейчас находится 25 человек. Слова запомнил до предела. Некоторым приходится стоять. Минуту назад буквально мы отъехали, и сейчас едем в неизвестном направлении. Среди задержанных на Манежной площади много известных людей. В частности, задержали Алексея Навального. Но вот как пишут в Твиттере его соратники, Навального высадили из автозавтра, буквально рядом с ОВД Тверскоя. Ну, все, 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 я не могу... Я тут сейчас у меня эфир. Все, уходи, уводи его. Нормально? А? Пока это три отбил. А Ася говорит, что жена моя три раза уже отбивала сына. А сына сколько? 16. Кирилл. Что? А что вы? А что вы? У них там полкласса. Пусть там решают. Ну, как бы, единственное, что мы можем, что Ася пошла там и рядом с ним сходит, выходит и кричит. Это дети, это дети, вы что делаете, мы здесь гуляем. Илья Рождественский. Илья, здравствуй. Да, Александр, добрый вечер. Я хочу... Я отстаю новую маховую дверку. Хочу сказать, что на Манежной площади активистов не осталось. Я сейчас выложу перезеркнутый нехуй. Человек примерно 150. Вообще, как-то ищи честь, она открытлена сотрудниками старательного полка полиции и ОМОНа внутренних войск. Там, где я сейчас нахожусь, осталось примерно 200 активистов. На противоположной стороне улицы, ближе к Госдуме, их около 300. Я хочу сказать, что подход к самым... Вы как бы выиграли не всю Украину. Мы знаем, что Майдан поддерживает примерно половину Украины. Вторая половина... И Михаил Виноградов, политолог. Итак, Кирилл, я прервала вас, мы ушли на новости. Да, спасибо. То есть, сама акция еще продолжается? Да, сама акция продолжается, но участников стало заятно меньше. Кто-то ушел, кто-то был задержан. Наш корреспондент Илья Рождественский. Мы продолжаем следить за событиями в центре Москвы. Напомню, этой ночью в Москве 0-2, завтра днем от 1 до 3, без осадков. Александр... Ну, а нет. Ага. Двадцать часов и почти тридцать четыре минуты. Это Эхмасской. У нас по телефону Владимир Федорин, журналист, бывший главный редактор журнала «Форбс Украина». В студиях Эхмасской Кирилл Рогов, политические обозреватели, и Михаил Виноградов, политолог. Итак, Кирилл, я прервала вас, мы ушли на новости. Спасибо. Я продолжу, попробую быстро. Значит, второе, что очень важно понять, кто проиграл. Проиграла, на самом деле, коалиция, которая постоянно выступала за силовое решение проблемы Майдана. Вот там была некоторая коалиция, которая в свое время вела к силовому решению, чтобы подавить это, вот как это давят там в Москве вообще. Она проиграла. Но, когда вот те люди, которые там выстояли, они выстояли против этой силовой коалиции. И они ее победили. 82 погибших. Но они как бы выиграли не всю Украину. Мы знаем, что Майдан поддерживает примерно половину Украины. Вторая половина не поддерживает. Поэтому парадоксально, что выиграв эту страшную битву, они как бы еще не выиграли Украину. И они должны это понимать. И что те люди, которые с другой стороны, они согласились с этой позицией, что нельзя применять силу, но это все, что они победили. И мне кажется, что если это понять, что главное завоевание этой победы, это запрет на применение силы. То есть повышение порога, за которым можно применять силу. И дальше нужно разговаривать обо всем, имея в виду, что для всех сторон применение силы запрещено. Потому что именно за это стоял Майдан. Именно в этом он победил. Он заплатил за это кровью. Но победа именно в этом. И из этого надо как бы исходить, выстраивая следующую, как бы широко коалиционную новую власть. Разнородную. Это будет сложно. Но это именно и есть путь в Европу. Потому что Европа именно построена на вот этой коалиционности, на разнородности и на невозможности иерархии и давления силы. Окей. Но мы видим, что происходит в Крыму. Мы видим, что Крым чрезвычайно настороженно воспринимает то, что в Крыму. Это естественно. Мы видим в Харькове, как-то очень странно меняются события. То там, значит, украинцы съест. После этого бегут руководители, значит, Харьковской области. Потом они то ли возвращаются, то ли не возвращаются. Понятно, что там какая-то непонятная. Володь, может быть, вы нам поможете разобраться, что происходит в Крыму? На самом деле, очень жаль, что мои предыдущие слова были интерпретированы как некие апокалиптические прогнозы. Никакого апокалиптизма в моем понимании ситуации нет. Я лишь хочу сказать, что ситуация действительно революционная. И лица укормила власти в ближайшие месяцы, скорее всего, будут меняться очень быстро и, как кажется, снаружи непредсказуемо. Это первый момент. Второй момент. Когда в России говорят о том, что выиграла половина Украины, это, я бы сказал, не совсем правда. Дело в том, что даже если придерживаться вот этого характерного для россиян членения Украины на две, три, четыре части, даже если с этим согласиться, что есть некий Центрозапад и некий Юго-Восток, мы можем посмотреть на то, что на самом-то деле предпочтения, политические предпочтения Юго-Востока в последние 10 лет были, по сути, монополизированы теми, скажем так, системами регионального авторитаризма, которые существуют в Тонецке, которые существуют в Крыму, которые существуют в Одессе. И на самом деле, по-настоящему мы поймем, чего хотят и насколько сильно хотят люди Юго и Востока, лишь после того, как там впервые за последние 10, а может быть даже и 15-20 лет будет настоящая конкурентная политическая борьба с общедемократическими силами, которые до недавнего времени были представлены и имели какие-то серьезные позиции только в Центре и на Западе. Вот, собственно, мое видение ситуации. Володь, а вот как вы оцениваете тот факт, что Рада приняла закон, который, ну, отменяет предыдущий закон о русском языке, а по сути сужает поле применения русского языка? Вот какой в этом смысл? Нет, смотрите, на самом деле, я считаю, что это решение, это серьезная коммуникационная ошибка, да, но при этом то, как его описывают в российских медиа, ну, как правило, не имеет ничего общего с реальностью. На самом деле, закон, о котором идет речь, был отменен на том основании, что два года назад он был принят с процедурными нарушениями. Процедурные нарушения действительно были. Это факт номер один. Факт номер два. Ультраправый Олег Тегнебог, ультраправый, каким его принято считать, на самом деле он довольно серьезно эволюционировал в сторону Центра. специально оговаривал, что отмена этого закона не будет означать никаких репрессий, никакого ухудшения статуса русского языка, и обещал, что вслед за этим неудачным законом он действительно очень сильно поляризовал страну. будет принят другой закон, который удовлетворит всех русско-украинско-венгерско-украинско-говорящих людей, граждан этой страны. То есть, резюмируя, это, на мой взгляд, серьезная коммуникационная ошибка. она может показывать внешнему миру, что у победителей, у победившей коалиции, потому что теперь у власти фактически коалиции, за решение Рады сейчас голосуют и значительная часть бывших регионалов. Так вот, это решение выглядит как возвращение к бесплодной борьбе за историю, борьбе за язык, борьбе за кто круче. И, действительно, внешний мир это так и воспринимает. Хотя, на самом деле, глядя изнутри Украины, это решение совершенно другого рода. Спасибо. Кирилл и Михаил. Вот как раз упомянутый Владимиром Олег Тегнебух заявил, что Россия в ближайшее время может начать военное вторжение в Севастополь. Вы полагаете, мы знаем, что отозван посол России Михаил Зурабов в Москву, да, мы знаем, что было заявление Медведева по поводу того, что там нелегитимная власть. Вы полагаете, повторение ситуации 68-го года, когда, откликаясь на призыв братского чехословатского народа, военные силы Варшавского договора, ведомые Советским Союзом, вошли в Прагу и подавили в крови прагскую весну, это возможно? Я думаю, что иммунитета против такого решения, наверное, нет на сегодня. В то же время этот сценарий не является сегодня магистральным. Да, если произойдет радикализация для строения российского истеблишмента, такое гипотетически мы можем себе представить. Тормоза в какой-то момент могут отказать. Но по тем реакциям, анализируя, общаясь с людьми, я вижу, что команды готовить пропагандистски подобную операцию никто на сегодняшний день не получал. Я допускаю, что российские власти, все-таки, отдают себе отчет в том, что и юг, и восток Украины, их пассионарность преувеличена. Это, скорее, такой карикатурный Нижний Тагил. Не реально Нижний Тагил, где было, напомню, 32% за Единую Россию и 28 за СССР в 2011 году, а такой карикатурный, который считает, что власть трудно, как солнце сходит сама по себе, так и власть сама по себе. И вряд ли юг и восток Украины имеют серьезную пассионарность. Если всерьез играть на противоречиях, не знаю, донецких, Днепропетровских, Харьковских, если показывать, смотрите, в России сохраняется призывная армия, а в Украине ее отменили, как известно, с 1 января. Тут есть с чем играть. Вместо этого, конечно, в Киеве допускают ошибки, как сегодняшний закон. Какая разница, что написано, мы прекрасно понимаем, как сарафанное радио принесет содержание этого закона даже если Крыма. Да, мне кажется, что Володина интерпретация этого закона, она несколько такая, ну, не удовлетворяет меня. Это один из первых актов после, как бы, вот новой власти. И здесь ведь очень простой вопрос. Если Украина, вот те, кто, как бы, победили, или считают, что победили в Киеве, в Майдане, если они хотят строить мунициональное государство, пожалуйста, но они должны понять, что тогда они теряют значительную часть своей территории. Это, как бы, этот процесс будет развиваться, вот, гадалки не ходи. В Крыму мы все знаем, на каком языке говорят. Мы все знаем, сколько там процентов населения считает украинский язык своим родным. Это однозначная цифра. Тамару, Киев и Крымский, да, да. Да. Вот. Так что здесь очень много будет зависеть от Киева и от того, как себя поведут люди, которые сейчас считают, что они победили. Мне кажется, мне кажется, что Украина, есть сейчас действительно большое окно возможностей. И у меня очень, как бы, так, я очень, как бы, сжимается, как мысль от того, что мне кажется, что уже сейчас это институционально движется не туда. Здесь есть вопрос не только в языке. Вы, видите, как вы отметили то точно, назначены выборы президента, а выборы парламента не назначены. Что мы получаем? Мы получаем, что через некоторое время будет избран президент, и он будет гораздо более легитимен, чем парламент. Что, в принципе, противоречит той конструкции, которая якобы возвращается Украина. То есть конструкции парламентской президентской республики. Как вы можете вернуться к конституции 2004 года, имея более-менее нового легитимного президента и слабо легитимный парламент? Не имея парламента, по сути. По сути дела, его не имея. Это значит, что после майских выборов начнется обратный процесс, когда тот, кто выиграет это кресло, будет опять возвращаться к конституции, там, какого года, другого года. И это 10 лет, что у них идет уже эта попытка туда или сюда. То есть мне кажется, что, скажем, выборы президента нельзя проводить всенародные. Нельзя проводить, не проводя одновременно референдум по конституции 2004 года. Вот тогда можно будет уже за... Иначе у вас не получится парламентской. Может, они боятся, что это будет совсем вакуум власти? Нет, пожалуйста, что объявить референдум правильно... Я призываю объявить референдум по конституции параллельно с выборами президента. Вот будет. А тогда уже после конституции будет естественно, что необходимо выбрать новый парламент. И второе, я хочу обратить внимание, что, опять-таки, на коллекцию победителей. Вот когда на Майдане становилось совсем плохо, и казалось, что сейчас его задавят, что поддерживало, как бы, те силы и Майдан, и те, кто ему сочувствовал. Сведения с мест, как где местные советы принимали решение, что они не будут подчиняться диктатуре, которая установится, если Майдан задавят. Люди захватывали местные советы. Что это значит? Что на самом деле регионы играют в политической жизни страны большую роль. И в этой истории они сыграли большую роль. И эта роль должна быть зафиксирована в политической системе. Это должна быть, я не знаю, можно ли это назвать словом федерации, но, по крайней мере, это должна быть некоторая палата парламента, еще одна, которая представительство регионов обеспечивает. И это будет обеспечивать ту фактическую структуру Украины, которую мы знаем политически у нас существует, именно в таком виде. Это значить разные регионы. Я совершенно не поддерживаю идею, что Украина расколотна на две части. Это пропагандистский миф. И мы видели сейчас, как раз, что это миф. Есть радикальный Запад, есть Юго-Восток, довольно сильно сдвинутый в сторону России и другого понимания. И есть, на самом деле, огромная часть Украины, которая где-то между ними. Но все равно, эта регионализация, она существует, она нам дана политически. И она играла важную роль в победе Майдана, эта регионализация. И ее надо закрепить в политической конструкции. Здесь, Кирилл, если позволите одну реплику. Действительно, регионы играют в жизни Украины другую принципиальную роль, чем Россия. Вы включаете в Киеве новости телевизионные, и до половины новости идут из регионов, и события регионов воспринимаются как сопоставимые по значимости. В то же время украинского истеблишмента есть очень серьезный иммунитет против идеи федерализации Украины. Он существует. Можно долго объяснять. Причина этого, есть ощущение, что все-таки неравномерность экономической регионов Украины, она либо усилит одних, либо другие. Но ключевой вопрос, который вы, собственно, ставите, что у Украины получат смену власти или революцию. Пока точно можно говорить о смене власти, и пока сложно говорить однозначно о революции. Я бы сказал, о выстраивании новых институциональной модели государственности. Вы ничего не сказали, Кирилл, по поводу возможности ввода войск или там, участия силового решения, участия России в ситуации на Украине. Вы не рассматриваете это? Почему я не рассматриваю? Мне кажется, что это может быть, это может быть, может быть выбран такой вариант. Мне кажется, что он, он очень, то есть, для меня что это будет значить? Для меня это будет значить, что Владимир Путин, как бы, идет на холодную войну, и ему это выгодно по внутриполитическим соображениям. Потому что мне кажется, что это будет очень серьезный конфликт с Западом, и это будет очень большая проблема для России, в смысле экономической, политической, вот на перспективу. Но я не исключаю такой вариант. Я надеюсь, что его не будет, но я не исключаю такой. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что один из ключей от развития событий в этом направлении находится в Киеве. И нужно понимать, что Украина, что Крым, это территория, где все говорят по-русски, и где очень настороженно относятся к идее, вот, западенской Украины, к идее ее радикализации, сдвигу на Запад слишком резкому. Российским властям предстоит определиться, что для них выигрышнее. Сильное управляемое имя Украины или слабое неуправляемое. Сильное управляемое имя Украины. Все эти годы... Володь, вы здесь? Да, я здесь. Это как раз тема, собственно, вашей статьи в газете «Ведомости», где вы говорите, что прежние отношения между Россией и Украиной, где, по сути, Украина выступала как протекторат, эти отношения закончились. Ну, я бы не сказал, что Украина выступала как протекторат. Россия. Это, скорее, Россия воспринимала Украину как страну, которой не должно быть слишком большой свободы внешнеполитического маневра. Ну, и это было на протяжении всей новейшей истории наших стран, начиная с осени 1991 года. Я просто хотел сказать, что вот сейчас, слушая моих коллег Кирилла, Михаила, я должен обратить внимание на ту мысль, которая в этой статье, может быть, не так хорошо прозвучала, так сильно прозвучала, но которую обязательно нужно иметь в виду в Москве, пытаясь осмыслить события в Украине и российскую реакцию на них. Дело в том, что, на самом деле, представление о том, что происходит в Украине, в России, оно подчеркнуто, скажем так, из каких-то не самых лучших и не самых качественных источников. На самом деле, серьезного украиноведения в России нет. Ну, и действительно, откуда взяться серьезному украиноведению в России, если, скажем, питерский историк Таирова, который пишет биографию Мазепы, и в которой нет ни советских, ни царских штампов о Мазепе, как о быщадье и ада, если этот историк подвергается потом гонениям со стороны Федеральной службы безопасности. То есть, на самом деле, вот это высокомерное отношение к соседней стране, не очень хорошее понимание ее истории, того, что движет людьми в разных регионах, все эти постоянно придумываемые разговоры о федерализации, на самом деле, это следствие не очень хорошей информированности, которая есть. Украину надо очень серьезно изучать и украинцам, и россиянам, пока решения и какие-то выводы делаются на основании, скажем так, достаточно некачественной информации, и концептуально некачественной, и даже с точки зрения каких-то конкретных фактов некачественной. Вот поэтому это важно. Молодец, о чем вы говорите? Ну, в Керчи подним флаг России. Ну, и хорошо в... Володь, я не уверен, что на Украине есть серьезное украиноведение. В России, в Швеции на Майдане был флаг России, Грузии, Польши. Ну, ради бога. Если вы прочтете сообщение о том, что из Киева выдвинулась ударная группировка молодчиков, чтобы захватить Керчь, ну да, это будет серьезная и неприятная новость. Я не ожидаю, что вы прочитаете такую новость в ближайшие часы, или там, в ближайшие дни, или в ближайшие месяцы. Я повторюсь, мне кажется, что у людей, которые сейчас считают, что они пришли к власти на волне победы над Януковичем, у них нет стремления сводить счеты. Счеты с проклятыми москалями, с проклятыми схидниками, которые не хотят говорить по-украински или чествовать Бендеру. Этот компонент... Я три месяца нахожусь в будущей ситуации. Этот компонент практически отсутствует. И вы считаете, что и в Харькове не может сформироваться ситуация, при которой пойдет речь об отделении, о создании отдельной Восточной Республики Украины или что-то? На самом деле, я хочу сказать вот что. Украина вступает в ситуацию, в которой, скажем, ее Восток никогда ранее не находился. Дело в том, что Восток с такой довольно сильной постсоветской, постимперской ментальностью, он чем-то похож на те регионы России, в которых Единая Россия набирает не 70, не 80, ну, по крайней мере, 50, иногда 52, иногда 45 процентов голосов. То есть там позиции вот у этих постсоветских идеологических и ментальных сил достаточно прочные. Но сейчас мы увидим впервые, что на этих территориях, скорее всего, существенно усилится политическая конкуренция. На этот политический рынок придут центристы, правоцентристы, левоцентристы. Но политики и силы, которых раньше просто физически могли избить, не пустить для того, чтобы попытаться донести до жителей восточных регионов свою позицию, отличающуюся от позиций доминировавших там ранее политических машин. Угу, спасибо. У меня еще один к вам вопрос, поскольку все-таки передача наша называется «Уроки Майдана для России». Вот я не могу понять, что все-таки произошло в субботу, когда вдруг Янукович и его гонпрокуроры, и министры, вдруг они срочно бежали. Это так, что он быстро собирался, ничего не успел там, какие-то важные документы были брошены в озеро, из его поместья и так далее. Все-таки вот что такое, Володя, к вам тоже этот вопрос, хотя времени у нас очень мало, что произошло? Почему Янукович убежал, хотя, собственно, никакой проблемы, как мы видели у Беркота в пятницу, или там в четверг это было, когда оттеснили людей к Майдану, разрушили Грушевского, все баррикады и так далее. Что произошло? Почему он не бросил силы на разгон Майдана? Кто из вас может ответить? У Януковича не так уж и много. После пролития крови Беркут и внутренние войска начали осознавать, что происходит, и понимать все последствия, которые может иметь дальнейшая эскалация силового сценария. По сути, силовики стали выходить из-под контроля Януковича. И ему это было понятно, потому что уже в пятницу фактически силовики начали покидать центр Киева. Майдан оставался... Без приказа! По собственной воле! Без приказа по договоренности с новой коалицией, по сути, Верховной Раде. То есть, Виктор Янукович, как это часто бывает с диктаторами, которые считают себя всесильными, в один день понял, что у него не осталось того полка, который может будет стрелять. Спасибо. Кирилл, Михаил, у вас есть что-то? Такие случаи не всегда постижимы. Почему 21 августа Качаписты полетели в Форос? В принципе, можно было и не лететь. Ситуация не была настолько... Как раз было понятно. Она не была... Была, безусловно, частично у того, контроля. Времени нет совсем. Коротко ответ. И я допускаю, например, как гипотезу, что подготовка Харьковского съезда была более масштабным событием, чем кажется сегодня, а для украинского истеблишмента целостность территориальной Украины значимостью выше, чем принято думать в России. Кирилл. Мое мнение, что очень к месту этот самый ГЧП упомянуто. В ту ночь, когда Беркут совершил наступление и не взял Майдан, остался один простой вопрос. Либо вы раздаете автоматы, и в большом масштабе применяете огнестрельное оружие против толпы, либо все, конец. И в этот момент, не знаю, и олигархия украинская склонилась к тому, что это неприемлемый вариант, и поэтому на следующее утро уже раскололась партия регионов. Не знаю, наверное, возможно, и силовики были к этому не готовы. И когда оказалось, что этот путь закрыт, у Януковича не осталось в один момент ничего. То есть вы не считаете, что внешний фактор, что Януковичу Россия дала понять... Я про Россию не знаю. Внешний фактор Европы, безусловно, играл большое значение. Про Россию я не знаю. То, что делали принятия европейские дипломаты, они действуют все-таки в основном, в значительной мере, в поле публичной политики. Поэтому мы про это знаем. Что делали российские представители, которые там явно были, и как-то на другой стороне разговоры шли, мы не знаем. Но мы знаем, на мой взгляд, то, что так или иначе, когда Янукович довел до этого момента, когда ничего уже нельзя сделать, не применяя в больших масштабах огнестрельное оружие, тут чаша весов и в его окружении, в олигархии украинской, склонилась к тому, что это делать нельзя. И тогда у него не осталось ничего. Понятно. К сожалению, мы должны уходить из эфира. Я благодарю Владимира Федорина, который с нами был по телефону, Михаила Виноградова и Кирилла Рогова в студии. Всего доброго. До свидания. А я вот вам скажу. Володь, спасибо большое. Володь, спасибо, хоть ты нас и ругался. Ты нас и ругался.